This conference will now be recorded. Сегодня у нас замечательные спикеры. Это Клевогин Сергей Павлович, Стрельников Роман Александрович и Ханов Константин Александрович. Все преподаватели у нас ведущие. Так, подскажите, видно, слышно? Нет, не слышно. Максим, проверьте, пожалуйста. Возможно, проблема на вашей стороне. Спасибо. Так, сегодня у нас три спикера. Краткую информацию вы видите о наших замечательных преподавателях. На слайдах подробнее можно познакомиться с ними. Есть полная информация у нас на сайте. Темы сегодня Сергей Павлович расскажет нам по кипербезопасности от специалистов до СИСО. Стрельников Роман Александрович, социальная инженерия. И Ханов Константин Александрович, кипербезопасность, люди, процессы и технологии. Первому передаю слово Сергею Павловичу. Сергей Павлович, вам слово. Так, я тогда передам вам сейчас. Всех приветствую на дне открытых дверей в центре компьютерного обучения специалист. Меня зовут Сергей Клевогин. Я инструктор в центре компьютерного обучения специалист. И уже долгое время различные курсы в центре специалист преподаю. В последнее время еще и работаю директором по информационной безопасности в крупном холдинге. Ну и в специалисте в формате открытого обучения по субботам продолжаю вести курсы. И также технические навыки не забрасываю, несмотря на то, что уже достиг должности руководителя. Стараюсь статусы свои хакерские поддерживать. И на платформе ХакДебокс в десятке, двадцатке, уж по крайней мере в сотне лучших хакеров мира уж точно, чтобы находиться. И на нашей встрече я хотел бы вам рассказать о пути специалиста информационной безопасности. Что нужно знать любому специалисту, администратору безопасности и руководителю службы безопасности. И как до этого дойти. В контексте нашего дня открытых евреев расскажу, как центр-специалист может помочь своими курсами. И если трансляция идет все нормально, давайте будем начинать. У нас есть чат. Он у меня перед глазами. Если вы что-то будете писать, я сразу буду это читать. И начнем мы с того, что нужно любому человеку, если он хочет ступить на путь специалиста, а потом профессионала информационной безопасности, а потом у шкакера и руководителя идти. Прежде всего нужно понимать основные термины. Нужно уметь правильно разговаривать на языке ИБ. Уважаемые коллеги, давайте поиграем сразу. Вот так вот на вскидку скажу вам. Давайте соберем статистику. У нас есть чат. И вот прямо сейчас, пока семинары проводятся, вы можете мне в чат написать. Напишите мне, что означает надежность информации. Коротко, буквально три слова. Что такое надежность информации. А просто статистику мы сейчас с вами соберем. Допустим, вы должны отвечать за надежность информации где-то на сервере. И что вы думаете? Юмор в том, что я у себя на работе как-то такой вопрос задал. Коллеги, что такое надежность информации. А то я вот говорил вам надежность информации. Как вы понимаете, у нас разошлись мнения. И я думаю, если уж у нас в нашем подразделении по такому простому термину уже есть расхождение, то уже дальше у нас еще больше расхождение может быть. И как эти основные термины правильно подобрать? Кто вот здесь у нас в чате прав? Кто-то пишет, что она должна быть проверенная. Кто-то говорит, что неискаженная. Правильно посмотреть на стандарты. И хороший стандарт это ИСО или ГОСТ 27.001-27.002. Там уж точно плохого не посоветуют. А про термины, про защитные меры, про риски и угрозы хорошо написаны. С этого начинается у нас изучение. Тут есть курс, мы его называем «Построение информационной безопасности в соответствии с ГОСТ, ИСО и ЕК 27.002». И там мы как раз-таки вот эти вот самые основные термины, на чем держится информационная безопасность, разбираем. С этого начинается информационная безопасность. Ну, кстати, если вам интересно моем мнении, что такое надежность информации, то здесь я с Алексом соглашусь. Я тоже считаю, что надежность информации – это значит конфиденциальность, целостность, доступность. И если мне поручают обеспечивать надежность информации, я говорю, я буду конфиденциальность, целостность, доступность ее обеспечивать. А идем теперь дальше. Допустим, выучили. Что дальше нужно безопаснику? Уважаемые коллеги, нужно понимать, как компьютеры по сети взаимодействуют. Вот без этого никак. Обязательно хоть какое-то представление нужно иметь, что там IP, DHCP, маршрутизация. И здесь представление о сетях, у меня даже вот на слайде стрелочка ее показана, очень тесно связано с администрированием. Потому что как бы вы хорошо теоретически не понимали, как должны работать сетевые технологии, их же нужно где-то настроить. А чтобы настроить, нужно систему уметь администрировать. Поэтому есть у нас курс по сетям у специалиста, но он тесно связан с курсами по администрированию. А что можно администрировать? Можно администрировать системы Windows, Linux и сетевое оборудование. Там снова идет уже многообразие Cisco, Huawei, еще что-то. Ну, считается Cisco как один из лидеров сетевого оборудования. Если Cisco знаете, то и другое научиться администрировать сможете. Выучили сетевое взаимодействие, где-то остановились с администрированием. Дальше что? Дальше мы идем изучать тактическую и стратегическую защиту. А для этого есть курсы по тактической и стратегической защите. И что там изучается? Почему вообще там это изучается? Изучаются различные защитные меры, которые прикладываются к сетевым технологиям. Там реально есть что поизучать. И можно провести аналогию защиты сети с защитой замка. Есть замок, тут ров, забор, лучники. Примерно такие же защитные меры, как и в сети. Как мы изучаем в специалисте тактическую и стратегическую защиту? Во-первых, мы изучаем классически. Инструктор вам что-то покажет, расскажет. И даже расскажет, как это настроить. Вот, например, давайте вот про этот пост аутентификации расскажу. Что такое идентификация? Что такое аутентификация? Околик ответ, как работает? А потом даже как настраивается. Все, настроились, молодцы. И тут у нас в специалисте вот такая вот наша фишечка, которую я люблю обязательно в курсы добавить. Это что-то такое, что требует творческого мышления. Ну, в качестве анекдота давайте снова поинтерактивничаем. Я вам сейчас хочу про аутентификацию задать вопрос. Сначала ответ, а потом вопрос. Ответ у нас будет такой. Сначала ответ. Хочу узнать, как называется протокол аутентификации в Windows. Открываю Google, пишу так вот русским человеческим языком. Первая же ссылка. Записывай в Windows 4 основных протокола аутентификации. Видите же, да, как у меня? LM, NTLM, NTLM версии 2, Kerberos. И мы даже на курсе изучаем, как их настраивать. О, мы молодцы. А теперь играем. Давайте вот вместо Windows напишу Linux. И я не хочу, чтобы вы мне рассказали, как он работает. Просто скажите, как он называется. И все. Играем. И вот мы как-то на курсе примерно так же играем. Петр пишет. ПАМ он называется. Я говорю, Петр, нет. Ну вы что? Какое это ПАМ? ПАМ? Ну давайте я ПАМ напишу. Кто такое ПАМ? ПАМ это подключаемый модуль аутентификации. Ну, привлечься Access Management еще есть. А так еще модуль есть. Authentication модуль. Ну так, ребята, это же модуль аутентификации. Я спрашиваю, как называется протокол аутентификации. Вещи разные. Будет еще версия. Ну и смотрите, в чем юмор. Я вам могу сейчас сказать, вот как он называется. И все сказали, а, ну так, сейчас запишем. Ну, ребята, зачем вам инструктор, чтобы просто название протокола аутентификации? Аутентификации в Linux узнать. Вот он Google, вот оно. Все, пожалуйста. Керберас пишут. Нет, нет, никак не Керберас. Потому что я подключаюсь по SSH к Linux, и там никакого домена нет. Кербераса нет. Нет, в данном случае не Керберас. Никак. Да, есть протокол Керберас. Ну, вот я сейчас при вас подключаюсь к своему Linux по SSH. Нет. Не Linux, не Керберас. В данном случае только Linux. Керберас не протокол аутентификации. НТЛМ. Нет, НТЛМ – это Windows. Единого названия нет. Так не надо единое. Любое название. Вот сейчас запущу виртуальную машинку. У меня тут много виртуальных машинок есть, в том числе виртуальные машинки Linux. И туда по SSH зайду. Ну, хоть как-то. И чувствуете, да, в чем юмор? Вот если я вам сейчас не скажу, как называется протокол аутентификации в Linux, а скажу, ребята, завтра встречаемся, продолжаем курсы, а вы скажите, как называется протокол аутентификации в Linux. Потому что в Windows оно гуглится насчет R. Сразу узнали. Точно так же нагуглите, как называется в Linux. И все. LDAP, Денис пишет, неправильно. LDAP – это протокол Lightway Directory Access протокол. Это протокол доступа, а не протокол аутентификации. А мы же с вами на курсе, когда курс идет, изучили, что такое аутентификация. Так что нет, это не LDAP и не OpenLDAP. Смысл этого анекдота в чем? В том, что когда мы изучаем защитные меры, мы сначала действительно, о, как тут аутентификацию настроить, зашли в настройки, одну настройку, другую, третью, четвертую, все перебрали. А с другой стороны, у нас такие постоянно увлекательные задачи сопровождают изучение, что в том, что, казалось бы, ну здесь-то уж совсем, где мы там промахиваемся, выясняется, что и на такой простой вопрос найти ответы не можем. Не, 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 не GSS API, потому что API – это Application Programming Interface. Ну, два разных слова – протокол и интерфейс. Это же вещи разные. А если вы скажете, я сейчас буду гуглить, что такое GSS API, там точно будет написано, что это интерфейс сервисов безопасности. А спрашивается, как называется протокол. Итак, мы плавно переходим от изучения безопасности к хакингу. А хакинг – это целый трек курсов, потому что, во-первых, мы его изучаем последовательно, переходя от простого сложного по учебнику, лабораторные работы, сначала продвинутая защита, потом центральный курс по хакингу, потом в мастера по тестированию на проникновение учимся. И снова параллельно мы видим, что наше изучение, оно с одной стороны, да, действительно где-то сложные скрипты, а где-то мы с вами будем взламывать, и взламывать будем играючи. Например, сейчас я могу вам про тему обхода системы обнаружения вторжений играючи рассказать на вот таком вот примере. Я сейчас курс читаю, а у меня есть уязвимый сервер. Я по сети подключился, а тут написано уязвимый сервис. И если я создам здесь любой документ, и будет у меня какая-нибудь атака, если в ней будет большими английскими буквами написано exploit, там сразу все взломается. Ну, у нас тема обхода системы обнаружения вторжений. Система обнаружения вторжений здесь вот такая. На сервере, если кто exploit пришлет, сразу записывай нарушителя. Я на своем компьютере сохраняю. О, видите, видите, попался. Вот с моего компьютера пришел пакет, exploit большими английскими буквами написано. Все, попался хакер, вот его IP, exploit. И на курсе по хакингу 20 разных тех способов обхода вот этого вот ловилки, чтобы здесь этой строчки не было. Но при этом она может быть такая, что не нужно писать скрипты, как мы на курсе делаем, какие-то переменные определять, какие-то утилиты использовать. Вот хотите, я вот сюда сейчас на этот вот сервер, который вот под этой защитой напишу exploit большими английскими буквами. И при этом никакой хакерской утилитки даже использовать и не буду. И вот два параллельных процесса в хакинге. А я вот так вот сделаю, создам тупер атаку. И здесь открою в самом обычном блокноте. И здесь напишу exploit большими английскими буквами. Но не буду пытаться сохранять. А сохраню как и выберу кодировку. Говорю, кодировка будет не стандартная, а юникодовая. В юникоде, если те же буквы закодировать, они другое число убавить занимают. Я вот теперь сохраняю. И что? И все. Вот она, супер атака лежит. Exploit большими английскими буквами написано. А здесь все, ничего не видно. А если вот эта вот атака обычная, тут она, видите, сразу видно, кто exploit туда-сюда отправил. Тут такая пятиминутная презентация хакинга того, как мы изучаем. С одной стороны, да, откроем программу курса по хакингу. Вот у нас тут введение сбонер информации, в том числе обход системы обнаружения и вторжений. Вот здесь вот поиграли в этот модуль. И, пожалуйста, да, вот эти техники уклонения, вот системы обнаружения и вторжений, мы тщательно изучаем, практическая работа. Ну, сейчас я на ваших глазах обошел вот эту вот систему обнаружения и вторжений, случаясь, ну, считая, что exploit большими английскими буквами, это вторжение. И обошел я ее просто в блокноте. Никакой хакерской утилитки не использовал. Вот суператака. Exploit там, на сервере, система обнаружения и вторжений проморгала. И теперь дальше. Что за хакингом? За хакингом, уважаемые коллеги, у нас расследование инцидентов. Часто студенты курса по хакингу уже сюда запрыгивают. Сергей Павлович, так это же атака, она словится системой обнаружения и вторжений. Администратор увидит, давай как бы нам сделать, чтобы антивирус обойти и система обнаружения и вторжений обойти. Ну, как раз таки эти вопросы хорошо задавать, когда разберемся, как поймать хакера, как настроить систему обнаружения и вторжений, антивирус. И тогда уже здесь надо было бы сказать еще один курс всех, продвинутый, но это тогда уже вот здесь этот курс будет, который будет изучать, как взламывать и чтобы еще и не поймали. Ну, тогда же согласитесь, если сюда мы вставляем курсы, как похакать систему, чтобы нас еще и не расследовали, не поймали, следующий курс. А как теперь поймать, когда такие техники применились, чтобы расследованию не удалось. И здесь уже туда-сюда стрелочку можно провести. И вот мы теперь подошли непосредственно к руководителю службы безопасности. Да, у нас есть курс для руководителей, что мы изучаем. Прежде всего, изучаем процессы. Как я уже говорил, администрировать, это все хорошо, но когда я как руководитель смотрю на это все, я могу, конечно, сунуться в любой процесс, в любую систему, и даже там что-то поадминистрировать. Но когда я понимаю, что у меня очень много систем, и уже есть кому поадминистрировать эти системы, мне уже начинают интересовать процессы. Как связать через процессы информационной безопасности бизнес-процессы и IT-инфраструктуру. Вот та сложность, зачем нужно учиться руководителю, что он должен прежде всего понимать. А что еще на курсе для руководителей мы изучаем? Мы изучаем моделирование угрозы, и здесь снова руководителю нужны навыки. Как бывает. Я большой начальник. Ко мне какое-то бизнес-подразделение, IT обращаются. Сергей Павлович, согласуй нам интеграцию систем Sirius и Altair. Что у системы? Как? И бизнес нам говорит, ну как, Sirius там счета 3374, а Altair там работа ОБКРДРСМТ. Что за аббревиатуры такие? Ну, так чтобы счет 3384 поддерживать. Ничего не понятно, но интеграцию согласовать надо. И здесь, конечно, хорошо уметь, понимая сетевые протоколы, описать, как система работает, и тогда уже риски, угрозы, защитные меры станут как на ладони. Когда у нас курс для руководителей службы информационной безопасности, СИСУ это главный командир по безопасности, то один день мы отводим под изучение необходимых компетенций, которые нужны руководителю службы безопасности. И там я говорю, ребята, даже если ничего не знаете про контроль доступа, сетевую безопасность, защиту конечных точек и так далее, дооблачных вычислений, вы как начальник по ЭБ знать должны. Но где вот здесь вот эта вот граница? Где закончилось изучение? Может быть не контроль доступа, а начальник должен уметь сказать, отойдите все, я сам настрою правила доступа. И он может быть должен, чтобы обеспечивать сетевую безопасность, разбираться во взломе сетевых протоколов. И заканчивая тем, что облачные вычисления, на каком уровне надо знать, что существуют облака Яндекс, Google, Amazon, а может быть, как я, быть сертифицированным инженером по безопасности облачных вычислений и знать, какие во всевозможных облачных вычислениях могут быть защитные меры, чтобы их использовать. В общем, руководитель, понятно, что он изучает то, как управлять процессами, рисками, угрозами, но и компетенции тоже должны быть достаточно высокими, чтобы на одном языке разговаривать и с руководителями IT, и с бизнесом. В этом нам помогает учебный центр «Специалист». И курсы для начинающих, курсы для продолжающих, курсы по хакингу, даже курсы для руководителей существуют. Ну и более того, зайдите в кузнице специалистов, в специалист жоп, там наверняка увидите и вакансии. В нашем холдинге у нас есть служба трудоустройства, специалисты. Если отучиться, пройти ряд курсов, я вам как руководитель говорю, конечно, у меня вот есть вакансии, мне интересно их закрыть выпускниками учебного центра «Специалист», потому что я точно знаю, что на хороших курсах специалисты проучились и смогут применять эти знания на практике. Вот то, что хотел вам сказать в своем выступлении. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спросите. Ну, Сергейки, я вам достаточно уникальное имя. Мы после закрытия дня открытых дверей будем на связи, будем ВКонтакте. А если вопросов нет, я тогда снова Алисе передаю слово. Да, большое спасибо, Сергей Павлович, было очень интересно. Следующий наш спикер, это Стрельников Роман Александрович. Алиса говорит, давайте минутку, мы говорим, что с протоколом Linux в итоге, скажи, Сергей Павлович. И я могу сказать, могу сказать, название протокола аутентификации Linux, такое-то. И сразу, сразу весь шарм пропадет. И все скажут, ааа, всего-то, я бы сейчас две минуты подумал и узнал бы про протокол аутентификации в Linux, как он называется, когда ты подключился, Саша. Ну, давайте поиграем. Давайте вот так вот. Вот, плевогенспециалист.ру это моя почта. И если, Андрей, вы считаете, что все, сдаюсь, все вот, или точно знаю, или не знаю, напишите мне письмо. Сергей Павлович, вот, рассказывал и так и не сказал, как называется протокол аутентификации в Linux. Я всю ночь гуглил и теперь стопроцентно говорю, он называется так-то. Я скажу, ай, молодец, подтверждаю. Или вы скажете, все, сдаюсь, гуру научи, я вам скажу, вот название такое, РФСи такое. Договорились? Хорошо, коллеги. Всем успехов, Олеся, пожалуйста. Да, большое спасибо. Следующий наш спекер это Стрельников Роман Александрович. Роман Александрович, передаю вам слово и по демонстрации. Секундочку. Так, готово. Олег, добрый день. Прошу поставить плюсики, если меня видно, слышно. Спасибо большое. Прошу выключить микрофонные камеры, у кого они включены. Бывают, подаются звуки. Спасибо большое. Итак, конечно, тема у меня называется социальная инженерия, но она достаточно близка к теме кибербеза, используется в нем активно, поэтому я немножко проговорю про кибербез, и после этого уже опишу, что такое социальная инженерия, какое место и роль она играет в теме ИБ, и как к ней я пришел. Сначала пару слов о себе. Зовут меня Стрельников Роман, 20 лет я проработал в IT, практически отслужил серверный, основная специальность инфраструктурный инженер, занимал роли директора по IT, директора по ИБ в разных известных и не очень компаниях. Было повышение квалификации, переквалификация ВБ, в общем, на курсах рассказываю то, что умею, знаю, люблю, веду большую часть курсов по Линуксу и в том числе Астерикс с Забикс. Итак, с учетом большого количества рабочих мест, которые у меня было за 20 лет, расскажу про те, где были самые крупные и интересные места и на их примере как раз опишу то, как я вижу нынешний статус ИБ. С учетом всей геополитической обстановки, которая сейчас у нас в стране есть, ИБ, конечно, стартанул за последние пару лет, всех специалистов с рынка разобрали, присутствует дефицит, предлагают большие деньги, за специалистов бьются, поэтому я считаю, что профессия востребована и потребность специалистов будет расти. Именно поэтому, помимо того, что это интересно, это еще и важно и нужно. Всем рекомендую этим заниматься. Так вот, ИБ на одном из последних мест директором по ИБ работал и в моей зоне ответственности было более 50 филиалов, каждый из которых был достаточно сильно обособлен. в том смысле, что я как представитель управляющей компании не мог прийти и сказать, ребята, вам надо так. Я их должен был уговорить, поскольку у них были свои бюджеты, свои потребности, свое видение, везде сложные люди, потому что многие были в регионах, ИБ до них еще не дошло, несмотря на то, что все остальное там уже есть. В общем, не было ощущения. И что я вот видел в первую очередь, когда приезжал какой-то регион, даже крупный город, не говорить про ИБ. В целом, люди жили в иллюзии безопасности. Самое частое, что я слышал от лиц, принимающих решения, ЛПР, это лицо, принимающие решения, это, да кому вы вообще ему нужны? Ребята, нужны. Все, что доступно снаружи, интересно, и может быть взломано. Может быть взломано ради выгоды, ради интереса, ради заказа конкурентов, причин, почему хакеры ломают со злым умыслом масса. Это все разбирается на профильных курсах, там сильно сейчас останавливаться на этом нет смысла, тем более, что это не цель презентации. Многие пытались соответствовать законодательству, если в него вчитаться, то в целом можно сделать вывод, что сертифицированного стеком роутера и сертифицированного хорошего антивируса достаточно для защиты периметра организации, потому что в таком законодательстве это называется защита периметра и защита конечных точек. Вот у нас есть антивирус, у нас есть роутер и мы думаем, что мы защищены. Разочаруем, если кто-то так думает, антивирус защищает от известных вирусов. Если вирус пока неизвестен, то и защищать не от чего. Как делает злоумышленник, если он сам вирусы не пишет, но ему какой-то нужен с каким-то функционалом, он идет в Darknet, где по цене от 500 до 2000 евро в среднем заказывает какой-то кастомный вирус, который не определяется конкретным антивирусом, который установлен в целевой организации. Что делает разработчик вируса? Он идет на какой-нибудь сервис типа VirusTotal и модифицирует вирус до тех пор, пока сигнатурные поведенческие анализы не перестанут реагировать на его код. И вот он, вирус готов, пожалуйста. Пару раз видел случай, когда бдительный сотрудник, получая сомнительный файл по почте, обращался к айтишнику, просил разобраться, потому что какой-то странный файл, странный отправитель, я не доверяю, ты айтишник, ты разберись. Ну, айтишник думает, что я же айтишник, я же антивирус, я тут вообще разбираюсь, и запускает этот вирус, и сразу злоумышленник получает админский доступ ко всей инфраструктуре. С точки зрения злоумышленника, конечно, очень удобно, когда бдительный пользователь попадается. Вот. Помимо этого, часто приходил в общении с руководителями по итогу к теме, что ну, наличие кибербезопасника это нас, наверное, спасет, вы же сейчас что-нибудь сделаете, но на практике выглядит так. Есть матрица Митры, про которую многие слышали, которая описывает тактики и техники злоумышленников, и она состоит из 14 этапов, начиная от разведки, проникновения, внедрения, закрепления, эксплуатации, и все остальное. Но есть 15 этап, который на самом деле нигде не описан. И на 15 этапе бизнес задумывается о том, что пора бы что-то сделать. 15 этап это когда уже все случилось и все уже плохо. Вот тогда начинается выделение бюджета. Например, общался с одним руководителем компании, у которой произошла утечка данных, пришел, говорю, теперь-то вы готовы, наверное, там какой-то бюджет выделить, ресурс, еще что-то. О, слушайте, ну, это же не наши данные утекли, это же данные клиентов, вот пусть они разбираются, это не наша проблема. Вот с таким подходом зачастую приходилось сталкиваться, но чаще удалось приходить к тому, что все-таки вы безопасник и вы что-нибудь, наверное, нам предложите. Ну, я безопасник, хорошо. Что я должен в целом сделать и к чему сводится вообще работа безопасника? Я должен сделать глобально две вещи. Своевременно обнаружить вторжение и своевременно его остановить. если любой из этих своевременно пропадает, и результат работы тоже будет никакой. Если я не остановил или не обнаружил, ну, безопасность не удалась. И в этом сложность быть и я безопасником, потому что у синей команды, у команды, которая защищается, должно получаться всегда, а у красной должно получиться один раз. Красная команда, команда атакующих. Синя команда не знает никак, ни откуда, никогда, ни в каком виде. Это все нужно предугадать и в этом смысле профессия кибербеза очень интересна творчески, потому что ты должен не только придумать, как ты защищаешь, но и от чего и как ты это будешь ловить. То есть тебе нужно быть лучше, чем хакер и при этом еще строить безопасность с точки зрения того, а как бы ты сам себя ломал. Поэтому существуют всякие темы с пентестом, с баг-баунти программами и куча самостоятельных возможностей проверить свою же организацию и работу своих же коллег. Вот. Соответственно, задачи две. После того, как я получал условное добро на то, чтобы что-то вообще сделать, я готовил список того, чего я хочу и приходил с этим списком к руководству. В этом списке, как правило, были какие-то инструменты, которые позволили бы более эффективно реагировать на потенциальные угрозы и вообще как-то выявлять. Классов инструментов безопасности достаточно много. самые популярные там CM, NTI и EDR. Не буду сильно останавливаться на них, про это есть много информации в интернете, все это можно загуглить. Как правило, приходишь и говоришь, я хочу 100 миллионов рублей. А можно 10? Можно 10. А за 10 мы будем защищены? Не будете. А за 100 будете? И за 100 не будете. А за сколько будем? Вообще не будете. и на этом всегда ломается общение с руководством, потому что они мыслят исключительно цифрами. Я потрачу 100 рублей, а сколько я при этом могу потерять? Поэтому у нас в общем-то стране и не придавали большого значения утечкам персональных данных. Ну, Яндекс утек и заплатил 60 тысяч рублей. Разве для него это деньги? Ну, конечно, нет. При этом в Яндексе безусловно безопасность есть. А что говорить про маленькие компании? Ну, это я уже немножко ухожу в сторону. Так вот, в итоге согласовывают какой-то набор инструментов, дают какой-то бюджет, и в общении с руководством, мой личный вывод, который я сделал своего опыта, важно делать упреждающий удар. А чего вы не хотите, чтобы случилось? Да, понятно, чтобы работал интернет, чтобы не ломался сервер, и чтобы данные не пропадали, не были зашифрованы. Но, что конкретно вам важно? Может быть, у вас есть то, чего я не вижу. Может быть, какой-то файлик, экселевская табличка, которая вообще критичнее всего вашего бизнеса и критичнее всех поставок, оборотов, производства и всего остального. Вот если этот файлик утечет, а там могут быть какие-то расчеты нового продукта, то вот тогда уже можно закрываться. И вот тогда они начинали думать, а что действительно надо, чем мы рискуем, что нам делать, как нам защититься, и уже готовы были к общению. Вот. Соответственно, почему нужны инструменты? Наличие безопасника это, конечно, хорошо, но он не может сидеть и одновременно смотреть в 100 окошек с логами, чтобы запоминать все, что там происходит и сопоставлять инструменты. Один в поле не воин, и даже Илья Муромец с Расканем это уже двое. Вот. Поэтому, собственно, мы приходим, просим инструменты, инструменты какие-то получаем и работаем на том, что есть. Безусловно, есть open-source решения, которые тоже очень неплохи, но с точки зрения ИБ, если брать тот же CM, все отлично основывается на качестве правил корреляции, которые вы получаете при покупке той или иной системы. Правила корреляции позволяют сопоставлять события, прямо грубо говорю, сопоставлять события и выявлять потенциальные связи между ними для того, чтобы выявить потенциальное нарушение. Вот есть у нас какая-нибудь там Софья Петровна в бухгалтерии, и она три раза и пять раз неправильно ввела пароль. Является ли это проблемой безопасности? Инцидент ли это? Ну, наверное, нет. Софья Петровна часто вводит пароль неверно. А если она пять раз в секунду вводит пароль неверно? Ну, тут уже, наверное, не Софья Петровна, а кто-то от имени Софья Петровна. И вот такие события позволяют инструменты выявлять автоматически, подсвечивать их, и дальше уже аналитика Б на основе тех данных, которые предоставил инструмент, принимает решение, нужно ли это расследовать, или это ложное срабатывание. Вот. Ладно, не буду сильно останавливаться. Что-то нам дали, согласовали, дали закупить, и началась работа. Описываем процессы, выявляем стейкхолдеры, все-все-все, вот это, что мы делаем. Это, прошу не воспринимать, этот список как конкретный план, это лишь так грубые наброски, а что вообще происходит. Все это долго делается, занимает очень много времени, привлекается к куче ресурсов, зачастую ресурсов извне, то есть там профильных организаций, каких-то приглашенных экспертов. И вот, наконец, проект готов. Все запущено, все отчитались перед руководством, мы сделали все, теперь у нас все гораздо лучше, чем было. Конечно, мы окончательно не защищены, но, тем не менее, все прям здорово. Мы отчитались. Нас всем похлопали, похвалили на планерке, и проходит чуть-чуть времени, все данные, что-то с ними случилось. Что случилось? Начинается беда, потому что eBay – это, в принципе, не навесной замок на входе, да, и журнал учета выдачи ключей. Это комплекс, основанный на инфраструктуре с концепцией Secure by Design. Мы все это сделали, на предыдущем шаге мы все это описали, вывели модель угроз, там, посчитали риски по модным формулам, прочитали в книжках умных, что информационная безопасность, это состояние системы, знаем, что такое треугольник С, мы все это знаем, но это все не помогло. Где-то мы что-то не усмотрели, или усмотрели. Мы сделали все, как должно было быть в целом. И в итоге, два дня спустя, у нас что-то происходит, летят головы, казнят невиновных, наказывают непричастных, и злой карающий начальник, шагающий по офису, требует имя виновного. Ему нужен кто-то, кто, значит, на себе сконцентрирует все его негодование. Проходит какое-то время, и на негнущихся ногах, и бэшники несут ему отчет, в котором явно и однозначно доказывается, что скомпрометирована именно учетная запись начальника. И произошло это все из-за его невнимательности. Мол, помните, там, вы просили, когда вы отпуск летали на Майорку, на планшете настроить вам доступ без этих всяких VPN-ов. Ну, мы, конечно, вы начальник, вы приказали, мы настроили, несмотря на то, что так делать нельзя. И так и осталось. И все, что-то случилось, и ваш пароль утек, и под вашим паролем зашли, а вы у нас начальник, и вот из вашей учетки все скачали. Это, конечно, гротеск, но гротеск, основанный на вполне себе реальных событиях. Такие случаи нередки, и в моей практике они тоже встречались. А произошла одна простая вещь. Произошла атака методом социальной инженерии. Что же это такое? Атака сама по себе может быть использована в рамках классической атаки, когда идет атака на инфраструктуру, что-то добывается, там дальше нужно что-то кому-то дослать, чтобы кто-то что-то слил. Но в отдельном исполнении социальная инженерия не подразумевает взаимодействие с мониторируемой инфраструктурой организации. То есть цель побудить жертву что-то сделать или наоборот чего-то не делать, но при этом жертва выманивается на внешний ресурс, который контролируется злоумышленником, где жертва абсолютно без задней мысли выполняет необходимое злоумышленнику действие. Соответственно, так как у нас куча инструментов, которые мы внедрили чуть раньше, контролируют всю нашу инфраструктуру, мы этого не увидели. Почему? Потому что жертва, в этом случае, в моей сказке, это большой руководитель, он пошел на какой-то там интерфейс, куда он попал по незнанию, и там ввел себе корпоративный пароль, который остался у злоумышленника. Успешная социальная инженерия, она достаточно сложна с точки зрения психологии, как конкретному человеку что-то преподнести, чтобы у него не закралось мысли, а легитимно ли вообще это. Но она при этом очень проста в исполнении, ее технологии не менялись, там, наверное, с 80-х годов, именно подход к реализации. Конечно, технологии менялись, и делают красивый интерфейс, и перехватывают пакетики, и подпредставляются там с помощью спуффинга или чего-то еще. В общем, подсовывается некий интерфейс или какая-то ссылочка, которая побуждает по ней перейти, и там какое-то окошко чего-то запрашивает. Вот она, социальная инженерия. Она без атаки на организацию, поэтому она и не ловится, в общем-то, всеми теми инструментами, которые, безусловно, нужны и должны быть. Но, тем не менее, она вот чуть в стороне. И в рамках тестирования на проникновение, которое я проводил на прежних работах, часто использовал, в том числе, и социальную инженерию. Использовал, во-первых, для выяснения готовности сотрудников, как-то реагировать на нее, а не только сотрудников рядовых, на которых нацелены, но и сотрудников IT, кибербеза, что они будут делать, если случится вот это и вот это. Заранее специально никому ничего не говорил, то есть про атаки знали условно я и генеральный директор, потому что без согласия генерального директора ничего происходить не должно. Итак, кейс номер один. Вечером, в пятницу, рассылка топ-менеджером и руководителем. Компания большая, там было 23 получателя. Письма именные. Ссылка на Bittrex, отличающийся на одну букву от настоящего домена. С почты, очень похожая на почту генерального директора. Значит, ссылка вот с таким текстом, что надо обсудить такой-то там проект, ссылка на проект, там, если есть информация, пришлите на почту. Ну, задайте сами себе вопрос. Кто из вас стал бы звонить после 22 часов вечера в пятницу генеральному директору? Скорее всего, мало кто, если вообще кто-нибудь стал. Но, легли бы вы спать без знания того, о чем вообще будет разговор завтра? Тоже вряд ли. Вот на этом я и сыграл. По итогу, к 9 утра у меня было 14 пар логин пароль, из которых четверо вообще не были в списке рассылки. Да, генеральному никто не позвонил, но они вполне себе по-дружески попросили своих коллег, слушай, что-то у меня ссылка не открывается, глянь, что там. И вот, пожалуйста, 4 пароля дополнительно к тем, что уже пришли. Но, к 9 утра никто не почесался. Там была очень простая схема. интерфейс входа в Bittrex, просто скатанный с обычного Bittrex, который запоминал логин и пароль и перебрасывал редиректом на настоящий Bittrex, который был в этой организации. Там уже авторизация, как правило, у людей автоматическая была, но ссылка-то я ее сам придумал, там ничего не открывалось. Никто не стал писать генеральному, что ты, мол, такой-такой, прислал мне нерабочую ссылку. Все просили друг друга посмотреть, и это сыграло мне как злоумышленнику на руку. Вот. К 9 утра никто не пришел даже войти и пожаловаться, что тут какой-то, значит, с Bittrex, с вашим что-то не так. По итогу я уже сам начал людей подстегивать, я разослал требования выкупа. Я прислал людям их пароль, скриншот из сетевых дисков, сказал, ребята, вот мы, значит, вас взломали, ну, естественно, я с собой не представлялся, мы вас взломали, мы вас все выкачали, мы все это выложим, платите деньги. Деньги платите, вот биткоин кошелек, у вас там 24 часа. Значит, из 14 человек, к которым это письмо пришло, до IT дошли двое, а остальные письмо удалили. И когда пришли к остальным, спросили, ребята, а что вы не сообщили про письмо, не было письма. Я говорю, подождите, ну, вот же вот, вы удалили, я в логах вижу, что вот письмо было, вы его удалили там в 9.30. Нет, не было. То есть, абсолютная абстракция от реальности и любое перекладывание какой-либо ответственности с себя на других. Люди просто не думают о том, что их действия могут привести к тому, что компания, ну, условно, разориться, смотря какой выкуп и какая чувствительность информации, которую украли. Вот. Соответственно, двое дошли до IT. IT пока посмотрели, прошел еще час, за это время пришло еще три пароля, уже 17 было. В итоге злоумышленный провел в сети более 12 часов под разными учетными записями, а за это время очень даже можно закрепиться и выкачать, и зашифровать, и вообще много чего интересного сделать. Вот. Кейс номер 2, похожий, но гораздо более грубый. Организация очень большая, была веерная рассылка, абсолютно бестолковая с точки зрения злоумышленника, на более чем на тысячу адресов. Рассылка якобы от отдела IT, без подписи отдела IT, с очень похожего домена, но абсолютно другой формат письма, и внизу даже была ссылочка отписаться от рассылки. То есть, прямо вот я использовал самый простой, дешевый сервис для рассылок. И рассылка, что коллеги, мы, значит, новый почтовый интерфейс сделали, скоро старый откручиваем, вы, пожалуйста, проверьте, как будет удобно, что у вас заходит. Схема такая же, логин, пароль запоминаются, дальше редирект на настоящую почту, и там, ну, либо повторно логиниться, либо сразу проваливается, если автоматический вход. Значит, из тысячи сотрудников 8% перешли, успели перейти за 42 минуты, из этих 8% половина ввела пароль. Ну, то есть, более 50 паролей у меня было, по факту. Спустя 42 минуты IT среагировали на, конечно, что-то не так. Они тоже были в получателях. Спустя 15 минут они отозвали письмо из всех ящиков. Спустя еще 20 минут они сделали встречную рассылку о том, что если кто-то зашел, сообщить и войти, и при этом они параллельно закрыли снаружи вход во все системы. Даже VPN отрубили. Итого, примерно час злоумышленник провел все кисти, за которые тоже можно закрепиться, зашифровать, выкачать и получить какой-то дополнительный доступ. Кейс номер 3 был связан у меня с созданием Спасибо, Келона. Кейс номер 3 у меня был связан с созданием фишинговой Wi-Fi точки. Она называлась так же, как называлась организация. Я взял очень популярный, известный роутер, абсолютно недорогой, там стоил он на тот момент полторы тысячи рублей, ватнул в него USB-свисток с сим-картой и настроил авторизацию, то есть технология HotSpot, которую мы часто видим с вами в транспорте, для подключения в сети, введите какие-то данные и, значит, после этого доступ в сеть вы получите. Вот. И, значит, разместил на странице авторизации логотип компании, принес эту точку в столовую и спрятал в пусте, в цветке. Вот. Было не видно. И оставил. Оставил на 3 часа с 12 до 3. Значит, люди приходят в столовую, хотят посмотреть какие-то видосики, ютубчики, инстаграмчики, может быть, в общем, что-то хотят посмотреть. Не хотят тратить свой трафик и увидят, о, у нас тут корпоративная сеть есть, а там еще авторизация корпоративная. И вот они прям с чистой совестью туда свой логин, пароль. Ну, я же на работе, тут может быть моя авторизация корпоративная. Может, почему нет. И прям в среднем частота получения паролей была от 5 до 10 в час. Суммарно наловил больше 25 паролей за 3 часа. И прям там при этом не было проверки на легитимность. Я, к сожалению, не программист, я не мог сразу там сходу легко и быстро прикрутить проверку, ну, правильный логин, пароль ввели или нет. Поэтому при любом вводе меня сервера аутентификации обратно отправлял точке ответа о том, что пропускает его пользователь. Но как администратор сервера аутентификации я мог отправить обратно ответ, то, что, слушай, блокирую обратно, что-то тут не то. И повторно запросить его ввод пароля. Вот тогда бы я наверняка получил полный. Но поскольку показать этот интерфейс не могу, я сделал другой тест. Ко мне тут обращались за консультацией и, значит, сделал вот такой тест. создал по такому же принципу на роутере за полторы тысячи с USB-фистком сеть под названием Moscow Free Wi-Fi и слезал, причем довольно грубо слезал с госуслуг интерфейс авторизации. И такой же принцип, значит, сначала телефон и пароль госуслуг, либо имейл и пароль, либо снилс, там, как они хотят. Следом переброска на интерфейс с кодом SMS. Человеку приходит код SMS от госуслуг. Вот госуслуги могли бы быть и повнимательнее. У них по их сообщениям, которые приходят в SMS, абсолютно непонятно, а для чего этот код. Ну, код подтверждения, да, я тут вроде вводил, ну, пришел код, да, сейчас введу. Пусть они хотя бы, ну, писали бы вход в ваши госуслуги, ни в Wi-Fi, ни куда-то еще, именно в госуслуги, но такого они не пишут. Соответственно, сервер сначала отправлял обратный редирект на второй интерфейс, на страничку ввода SMS. Человек без задней мысли вводил этот SMS и потом ему приходила команда на доступ к интернету уже. Я его, естественно, в продакшен не запускал. Я сделал вот эти два скриншотика и кинул в чат с коллегами, там, 30 айтишников условно, просто без комментариев кинул два скриншота. Из 30 человек двое отказались недовольны. Они были недовольны тем, что ага, сейчас я, значит, войду в Wi-Fi, госуслуги узнают, что я в Москве и посчитается, что я получил какую-нибудь госпочту или там уведомление какое-нибудь там из налоговой или повестку военкомат или что-то еще. Вот это их смутило. Их не смутило, что авторизация требует ввода пароля от сервиса, который в целом управляет вашим цифровым двойником на уровне государства. И это были айтишники, а чего говорить про людей, которые в целом далеки от IT и им эти авторизации в общем-то вообще неинтересны. Не сделайте, чтобы работало и все. При этом человек абсолютно нормально получал в конце доступ к интернету. Он ведь этого хотел. Он получал. Поэтому с его точки зрения все работало. Никто бы ничего не заподозрил. Спустя какое-то время я мог его абсолютно спокойно удаленно отрубить, если мне нужно было сделать какую-то операцию в его госуслугах. Ему бы снова пришел код, например, он бы снова его ввел и я бы снова его получил как злоумышленный. Вот. Такой кейс рассказал. Безусловно, все мои действия связанные социальной инженерией и не только были абсолютно легитимными. У меня были договоры с компаниями, все вот это. То есть, где кончается грань хакера-добродетеля и хакера, который злобно ломает. Качается ровно на социальных нормах. Кратенько вспомню случай, который был там годы назад. Его, правда, до сих пор многие помнят, когда в одном известном роутерной марки обнаружилась уязвимость, которая оказалась вообще всех. И хакер, насколько я помню, даже наш соотечественник, нашел с помощью инструментов хакерских все роутеры, которые смотрят в интернет, ну или очень много нашел. Зашел, исправил эту уязвимость, оставил там комментарий о том, что у вас была уязвимость, я ее исправил и вышел. С точки зрения законодательства, да, это был нелегитимный доступ, несанкционированные проникновения и так далее, но его цель была добродетельной. Поэтому многие говорят, что деятельность хакера не должна нарушать закон, но я бы сказал, что не должна превышать социальных норм и там собственного понимания добра и зла. Собственно, к чему я все веду, я разработал курс по социальной инженерии, который рассматривает разные аспекты психологии, технических средств и всякие аспекты подготовки и сбора информации к атаке, которые позволят вам в случае прохождения взглянуть на своего работодателя или даже там какие-то свои ресурсы, если ведете блоги или сайты, с точки зрения злоумышленника. Как бы злоумышленник попробовал вывести вас в свои интерфейсы и заставил бы вас выполнить какие-то нужные ему действия или наоборот не выполнять какие-то действия, чтобы дать ему возможность выполнить свои. Собственно, курс начинается 7 октября. Его можно найти по тегу социальной инженерии на сайте специалиста. И еще важно, что этот курс готовит вас к тому, на какие красные флаги должны обращать внимание сотрудники вашей организации, если им приходит какое-то подозрительное письмо или ссылка или звонок. Я, конечно, не буду рассказывать про нигерийские письма, которые на самом деле до сих пор работают, иначе бы они не существовали. И про всякие письма, типа, что мы взломали ваш компьютер, о, что мы там нашли, нас это так смутило. В общем, посмотрите на сайте, если интересно, с удовольствием вас жду. Помимо этого, накануне курса будет мастер-класс по созданию вот такого фишной точки доступа, как я рассказал. Конечно, не про госуслуги, это прям совсем жесть, но на примере каких-нибудь других сервисов вполне себе такую точку доступа вы сделать сможете. Уровень подготовки нужен небольшой, то есть базовое администрирование систем, понимание сетей и желание чему-то научиться. У меня в целом все. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Роман. Тогда передаю слово дальше Ханову Константину Александровичу. К сожалению, не расслышал вопрос. Не могли бы вы написать в чате? В чате, в чате вопрос. Как в социальной инженерии обезопасить родственников? Ну, я могу, конечно, сказать, заберите у них смартфоны и выдайте кнопочные телефоны. Это такой уж прям кардинальный ход. В целом, кибербес – это борьба между удобством и надежностью. И всегда нужно находить какую-то грань. Как обезопасить родственников? На самом деле, если родственники технически не подкованы, там, как пенсионеры, там, глядя на свою бабушку, могу сказать, что она не готова, да, к технологиям, лучше не регистрировать их на госуслугах, водить их туда ножками и возить на машине. Либо, если она собирается какое-то действие совершить, пусть там этот человек, ваш родственник, позвонит вам. Потому что без того, чтобы жертва выполнила какой-то ход, злоумышленник сделать ничего не может. Буквально позавчера была ситуация, что там женщине позвонили из поликлиники, сказали, у вас там подходит срок сдачи флюорографии, ежегодная диспансеризация, давайте вас запишем. А говорит, давайте. Записали, значит, правда, в ЕМИАСе этого не появилось, и звонок на следующий день, она единственное, что назвала, это свой СНИЛС. Но СНИЛС часто спрашивают в поликлинике, это нормальный вопрос. На следующий день звонок, вот-вот, какой ужас, мы, значит, из госуслуг ваш аккаунт взломали, благодаря тому, что вы кому-то СНИЛС сообщили. Вы сообщали СНИЛС? Да, сообщала. Ну, вот, значит, и вот это уже была полноценная атака социальной инженерии. Вопрос при атаке социальной инженерии в том, чтобы сначала вывести из состояния спокойствия, чтобы человек начал делать такие поспешные действия. Это чаще всего работает на телефонных звонках и там сообщениях от руководителя. На долгосрочных атаках можно по чуть-чуть, по чуть-чуть входить в доверие, а дальше уже оказавшись в круге доверия, совершить какой-то заброс именно попытки смоделировать ситуацию, в которой человек будет действовать быстро. Поэтому как обезопасить очень общий вопрос, я всегда прошу звонить мне в любом случае своих родственников, друзей, если есть сомнения, если вам нужно что-то сделать, вас побуждают к какому-то действию, остановитесь, переспите с этой мыслью от того, что вы прямо сейчас не ответите майору по телефону, он не придет и не посадит вас в тюрьму. Мало того, майоры не звонят по телефону, им вообще не до этого, они в повестку шлют. Вот. В целом, наверное, вот так. Я могу кинуть свою личную почту, если кому-то нужно, в чат, там, если будут какие-то более узкие вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я всегда рад не открыт к общению. Вот. Передаю слово Константину Александровичу, извините, что немножко задержал. Добрый день, коллеги. Как меня слышно, пришлите в чатик, пожалуйста, плюсики. Отлично. Рад вас всех видеть на дне открытых дверей. Вот. Меня зовут Ханов Константин. Маленький такой докладик, потому что уже вижу, что суббота, вечер, вы уже устали. Поэтому давайте буду краток. Бербезопасность, люди, процессы, технологии. Кто я, что я. Я тренер по направлению ЦИСКО, долгое время занимался сетями, чуть-чуть поменьше занимался кибербездом, тренер по CCNA, CCNA и Cyber Operations, более 20 лет тоже. В настоящее время, я, как у моих коллеги, ЦИСО в одной из федеральных FMCG компаний. Ну, давайте посмотрим, да, вот вы люди кибербезопасные, люди, процессы, технологии. В любом случае, если мы не будем использовать все эти три парадигмы, у нас кибербезопасность просто рухнется, да, вы приходите на новое место работы, как это, положим, сделал еще я, вот, и вы начинаете потихонечку проводить анализ того, что есть, того, что, того, что будет, да, нет, не совсем на вражеский объект, наоборот, даже на очень дружеский, потому что вы попросили настроить процесс кибербезопасности, положим с нуля, это очень востребовано в текущих реалиях, вот, ну, вы начинаете с самого простого, да, с одной стороны самое простое, с другой стороны это достаточно сложно у людей, первое, куда можно посмотреть, это в IT-команду, если есть такая возможность, переманить, перекупить, либо вы сами все это будете делать, да, но, опять же, люди, это хорошо, но без технологий в области кибербезопасности вы ничего не сможете сделать, но, опять же, люди и технологии, да, но, это хорошо, но все это должно быть в парадигме бизнеса, вот, в каком-то ключе работать, мы все-таки работаем непосредственно на бизнес, и все это должно замыкаться в единый процесс, в единую какую-то сущность, которая является люди, технологии, процессов, и все это будет вести кибербезопасность на уменьшение рисков, на уменьшение противодействия, на улучшение противодействия нашим тем, кто нам помогает, очень не волнуется, тем, против кого мы, от кого мы защищаем, и вы, в принципе, начинаете анализировать, да, что у нас происходит, кто работает, какие технологии работают, но на что-то мы же должны опираться, вот, и существует одна из методик, которые выдал наш коллега правда, иностранный Герри Чен, вот, он предложил использовать 11 доменов кибербезопасности, но давайте посмотрим, какие эти домены кибербезопасности, первое, это домен стандарты и фрамворки, да, стандарты и фрамворки это то законодательное, те основы, те базы, без которой нельзя не построить процессы, на что опираются технологии, на что опираются процессы, и почему обучаются люди, вторая часть, это непосредственно безопасность приложения, то есть люди работают, бизнес работает в определенных бизнес-приложениях, и анализ их тоже нужно проводить, дальше, большой домен, это оценка рисков, в любом случае, когда люди работают, да, когда бизнес работает, необходимо оценивать риски, ну, какие, вот, кстати, риски вы можете написать, давайте немножко поинтерактиве, какие риски вы знаете, коллеги, ну, давайте тогда немножко сократим, да, вот, любая компания, которая работает в сфере, там, предоставления услуг или нет, она подвержена требам риска, но первое, утечка информации, это не риск, это как бы проявление риска, давайте посмотрим, какие у нас бывают риски, риски, это риск, первый, регуляторный риск, то есть воздействие, регуляторов, да, да, штраф, риск, это воздействие регуляторов на ту или иную меру, ну, на ту или иную сферу действия компании, да, эти риски могут реализоваться, могут не реализоваться, но, к сожалению, или к счастью, в Российской Федерации те же самые регуляторные риски в отношении персональных данных, они не высоки до текущего момента, почему, потому что риски связаны со штрафами, да, штрафы у нас в Российской Федерации не высоки, из этого вытекают какие дальше риски? Финансов, естественно, штрафы, это финансовые риски, но финансовые риски, это не только штрафы, это еще и потенциальная потеря контрактов будущих, да, вот, а это уже связано с третьим видом рисков, это риск репутационный, предположим, компания допустила утечку персональных данных, либо данных своих клиентов, либо клиентов, либо с контрагентов, соответственно, у нее кто с ней будет работать, репутация у нее упала, после этого у нее идут финансовые риски, да, так как недополучена прибыль, и следующий уровень, это регуляторные риски, которые могут пойти, возникнуть после того, как к ним придут регуляторы с проверкой и, возможно, выпишут штраф, это, скажем так, относительно минимальный риск, а при остальном, то, что у нас в России, возможно, приостановить действия компании до 90 суток, это достаточно приемлемо, высокий риск, и это возможное развитие событий. Пойдемте дальше. Следующий домен это управление корпоративными. То есть оценка рисков это одно, а управление рисками это совершенно другое. Почему? Потому что мы риски можем принять, да, например, финансовый или юридический отдел скажет, да бог с ними, заплатим мы там штраф, и все. Да, остановка действия компании это больно, да, поэтому мы будем действовать в избежании этого риска, а минимальный штраф да бог с ними примет. Первое это избежание, второе это переклад, перекладывание риска на другую компанию, например, потенциальные риски утечки могут быть лежать переложены на того же самого страхователя, да, на компанию, которая занимается информационной безопасностью, вот, и принятие этих рисков. Какой еще следующий домен кибербезопасности это система управления, так как у нас это на самом деле перевод, да, с английского языка, то система управления звучит как гаверн, то есть построение системы управления непосредственно в области кибербезопасности. Следующий домен это threat intelligence, то есть разведка угроз в отношении нашей компании. Следующий это обучение пользователя, как сказал предыдущий замечательный докладчик, без обучения пользователей мы то, что построена система кибербезопасности это смысла в ней нет без обучения пользователей. Security operations, то есть операции в области информационной безопасности, то есть действия в области информационной безопасности. Физическая безопасность относится и к защите периметра компании, защита технологических сегментов, об этом мы посмотрим дальше. Безопасная архитектура, то есть безопасность по security by design, то есть технология безопасная, проектирование и инфраструктуры и вообще безопасности как в целом. и развитие компетенции, то что не относится к компетенциям пользователей, а относится к компетенциям непосредственно IT или команды кибербезопасности. Ну давайте посмотрим тогда где у нас такие меры мы можем сделать для того, чтобы поддержать тот или иной домен кибербезопасности. Ну первое, это соблюдение законов локальных, соблюдение стандартов и отдельно подчеркиваю соблюдение законов об обработке персональных данных. Безопасность приложения, безопасность пользовательского интерфейса, безопасность API, процесс безопасной разработки приложения и уже после того, как приложение выкатили в продакшн, естественно, производится его попытка взлома этого приложения. следующее это оценка рисков. То, что я не сказал в предыдущем по поводу оценки рисков, это, естественно, инвекторизация. То есть мы должны знать, где какой актив. И актив это не только какой-то физический, но и виртуальный, например, виртуальный машина, в каком домене, в каком сегменте находится та или инвентальная машина, мы должны об этом узнать, когда мы будем строить процесс самую систему безопасности. Проведение пан-теста не только на приложение, но и на систему в целом. Также система мониторинговистов, то есть система, которая обслеживает, в каком состоянии находится та или иная система, чтобы подсветить потенциальный тот или иной риск в данной системе. Дальше. Управление корпоративными рисками, то есть обработка, управление и обработка рисками. Обязательно должен быть поставлен план, построен план, создан план disaster recovery, то есть план восстановления, либо план business continuity план, то есть план, когда бизнес продолжает свою работу в случае возникновения штатных ситуаций. Ну и естественно здесь проспитываются линии защиты, то есть защита не должна быть построена таким образом, что она монолитная, она должна быть глубокой эшелонированной. То есть должны быть разные рубежи для каждого вида хакеров, для каждого вида атак. Система управления. отдельно хочу посвятить этот домен. То есть в систему управления включаются четыре вещи, без которых работать нельзя. Это обязательно политики компании, которые должны быть доведены до всех сотрудников. И все сотрудники должны быть тем или иным образом привержены к исследованию этих компаний, политики. обязательно должно быть вовлечение топов. Как опять же Олега сказал, что топы, как правило, бывает, что является слабым звеном. По своему опыту скажу, когда внедряли второй фактор в одной из компаний, такая небольшая камерная компания, внедрили второй фактор для всех сотрудников компании, когда пришли к топу, топ сказал, да, окей, молодцы, не буду внедрять, для меня это неудобно. Вот именно причем сама фишка заключалась в том, что мы внедряли второй фактор по инициативе этого топа. И когда топ с одной стороны подходит и говорит, что давайте делайте, делайте, а с другой стороны мне неудобно, возникает определенный когнитивный дискуссионал. То есть топы должны своими действиями показывать, что они вовлечены и они заинтересованы в кибербезопасности компаний. Следующая стратегия кибербезопасности, да, это тоже документ, который будет определяться, который будет определять, какие риски мы принимаем, какие риски мы избегаем и как мы будем защищаться при возникновении тех или иных угроз. страхования кибербезопасности в новый тренд, который возник при последнем времени при развитии кибербезопасности. Следующий пункт, threat intelligence, разведка, разведка угроз, внутренняя и внешняя, какие угрозы у нас могут быть, возникнуть изнутри, какие угрозы у нас могут возникнуть при работе снаружи. Следующий домен это обучение пользователя, информирование пользователя в любом случае, тренировки по кибербезопасности, например, тренировка в фишинговой рассылке, тренировка при вирусном заражении, что будут делать пользователи в тех или иных нештатных ситуациях. Security operations, это естественно, security, жизнедеятельность, подразделения информационной безопасности, то есть управление уязвимостями, как подразделения будут реагировать на инциденты и технологии, какие используются для этого, системы сбора и корреляции инцидентов. Физическая безопасность, опять же, как люди будут проходить на объект, как мы будем защищать то-то или иное. Есть ли у нас промышленный сегмент? Отдельная часть это процедура по защите так называемого интернета, сегмента интернета вещей, который на самом деле очень чувствителен для различного рода атак. Естественно, архитектура безопасности, дизайн-сети, контроль, доступа, защита данных. Естественно, все это нужно проработать, настроить, создать. Ну и развитие компетенции, это сертификации, тренинги, то есть, как мы будем нашу команду айтишную и не только развивать. Окей. Тогда давайте посмотрим на три уровня, на которых работают разные сотрудники кибербезопасности. Первый уровень, самый верхний, это стратегический уровень. На этом уровне прослеживается, отслеживается, куда мы будем двигаться. Предположим, это будет вектор, куда мы будем двигаться. Тактический уровень, это уровень дороги, у которой есть определенные milestones, то есть, уровень, на котором проставлены ключевые моменты, через которые мы должны проходить, чтобы построить эту систему кибербезопасности. Ну и третье, это наши шаги, шаги, которые мы совершаем, чтобы двигаться по направлению, по этой дороге, заданной направлению. И отдельная вещь, это инцидент, реагирование на инцидент. То есть, поткнулись мы, да, пьянка, кто-то пытается воздействовать на нам. Это отдельная вещь, это то, что мы делаем каждый день, это то, что мы, как мы будем реагировать на те или иные нештатные ситуации внутри нашей компании. Так, ну окей. Когда я пришел и показал все это хозяйство руководителю, он сказал, слушай, все это, конечно, мудрено, замечательно, и у него есть такая хорошая фраза, make it simple, то есть, сделай это проще, да, все это хорошо, все это замечательно, есть, это много, конечно, слов, понятий, он говорит, будь проще, давай что-нибудь как-нибудь более понятно для наших братьев-айтишников, да, вот, сегментируй все это, хозяйство, окей, и, ну, сегментируй, но не на много частей, и вот мы с комьютией задумались, а как можно сегментировать, чтобы было просто достаточно и было видно, было реализовано и было видно прогресс, а, и один из коллег говорит, слушайте, вот так ничего придумывать не надо, вот есть такая вещь, как, цисконтрол, восьмой, QR-код, в принципе, у вас на экране, вы можете отсканировать, посмотреть, слушайте, очень просто, делай раз, делай два, делай три, понятно, для IT, действительно, разделено на уровни, вот, и сразу видно прогресс, конкретные шаги, конкретный результат, потом пошел период осмысления, да, действительно, цисконтрол состоит из трех групп реализации, первая группа реализации, это минимальная реализация, гигиенический уровень, то есть ниже которого падать нельзя и простраивать этот уровень, от которого кибербезопасность только начинается, да, минимальная реализация, гигиенический уровень, уровень второй, продвинутая реализация и уровень третий, это максимальная реализация для больших компаний, которые хотят уже зрелые, хотят уже развивать свою кибербезопасность и дальше, ну, и всего-то опять активность, да, которым следует обнаружение, идентификация, защита и восстановление, то есть делай раз, делай два и получишь результат, окей, ну, и после этого действительно, когда второй раз зашел к топам на бизнес брифинг очередной сказал, показал наши результаты совместно с айтишниками, вот это прощение, этот сус-контролл восьмой состоит из 18 уровней, из 18 контролей, да, вот, и этот сус-контролл состоит из 18 контролей, и какие области он покрывает, он покрывает область инвентаризации, инвентаризации активов, инвентаризации контроля за программным обеспечением, в принципе, вы можете посмотреть его самостоятельно, да, вот, не буду тратить ваше время, вот, и после этого начинается от инвентаризации, заканчивая пинтестом, и когда заходишь уже к бизнесу, бизнес очень любит эти диаграммы, да, и говорит, коллеги, вот смотрите, вот это уровень, да, это синенький, это, вот, скажем так, гигиенический уровень, которому следует, необходимо следовать, да, действительно, вот у нас есть провал, вот этот желтенький, да, уровень, это вот наше текущее состояние, абстрактная диаграмма на абстрактные компании, да, еще раз, вот, уровень вот этот, это уровень средний, да, вот, если мы хотим дотягивать до среднего уровня, мы должны расти в направлении, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, восемнадцать, мы не разрабатываем программное обеспечение, поэтому мы можем его оставить на таком же уровне, а вот смотрите, вот у нас есть провал под названием MLW Defense, да, мы почему, потому что вот у нас была облачная инфраструктура, потому что была, была у нас облачная инфраструктура, предположим, мы локализовались, у нас был там Windows Depender облачный, а вот мы сейчас пока у нас нету реализованного антивируса, да, установленного антивируса с централизованным управлением, как только мы его установим, у нас будет вот на таком же уровне идентичика, все будет окей, и все, понятно, и понятно айтишникам, что делать, и понятно тебе, где мы находимся, ЦИЛСа, и понятно бизнесу, на что он потратил деньги. Вот, поэтому в завершение я бы хотел сказать, разные, немножко без связи с предыдущего, да, разные люди у нас ведут на разном уровне планируют разные операции, вот, поэтому это разные люди у нас ведут подряды, выполняют разные операции, и для того, чтобы сделать вот эти операции, вот эти мероприятия привести в жизнь, нам нужны разные сотрудники, которые выполняют непосредственно обязанности. Если касаться стратегии, это делает ЦИЛСа, если технический уровень, тактический уровень, это руководители отдела информационной безопасности, методологи информационной безопасности, операционный уровень, это инженеры техники информационной безопасности, что касается уязвимости, это исследователи информационной безопасности, а что касается поиска информации в открытых источниках, это АСН-специалисты, и И что касается вообще защиты, это, естественно, все мы как участники этого процесса информационной безопасности. Уважаемые коллеги, у кого-то, если есть вопросы, буду рад на них ответить. Большое спасибо, Константин. Так, если вопросов нет, я тогда заберу слово, и у меня есть для вас еще такая небольшая заключительная информация. Так, мой экран видно? Так, спасибо. 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 Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Прис также следует... Продолжение следует... Ну, сходите. На сайте. 確. По QR-коду, если вы перейдете, будет весь перечень курсов, которые у нас есть по данному направлению. Ссылка безопасная, можно переходить и посмотреть по темам. Также можно написать Сергею Павловичу или Роману на почту. Они оставили вам свои контакты. Если у вас есть сомнения по темам, какой курс лучше выбрать, можно тогда с ними проконсультироваться. Для записи и консультации наших контактов можно нам позвонить, написать, приехать к нам в очный учебный центр радио. Всех будем рады вас видеть. Нам нужно только заранее позвонить, сообщить вашу дату приезда. Мы оформим для вас пропуск и всех очень ждем. На это у меня все. Если есть вопросы, вопросы можно написать в чате, уточнить голосом, буду рада вам подсказать, помочь. Так, промокод еще раз показать. Да, сейчас, секунду. Можете его себе сфотографировать, сохранить или написать нам на почту. Могу контакты тоже написать еще раз в чате. Почту написала в чате, промокод текстом, да, могу. Так, промокод тоже написала в чате. Если нужно будет запранировать курс, вы можете написать нам на почту, можете также запранировать его с сайта. Если не получится применить промокод на сайте, тоже напишите нам. Мы тогда все для вас сделаем. Промокод применим. Код не работает. Так, Сергей, а какой код не работает? А, промокод не получается применить его на сайте? Так, Сергей, а можете написать в личное сообщение вашу почту? Я тогда проверю. Так, Сергей, тогда жду вашу почту. Если больше нет вопросов, тогда на этом у меня все. Мы с вами всегда на связи. Пишите, звоните по любым вопросам. Да, спасибо большое, Светлана, что подключились. Все, тогда до новых встреч. Увидимся с вами на занятиях. Спасибо. Продолжение следует...